Об итогах визита нового главы МИД Армении в Москву и о том, что он получил, рассказал в интервью Кавказскому бюро Григорий Трофимчук. Как вы оцениваете итоги первой встречи главы МИД Армении с Лавровым? Новый армянский министр не услышал в Москве ничего нового. Позиция Москвы по делам не изменилась, тем более под отдельного министра. Итоги министерской встречи простые. В очередной раз подтверждена приверженность ноябрьским и январским договоренностям, которые следует выполнять. Но как это все выполнять на практике, видимо до сих пор не ясно, раз Ереван вновь ставит те же самые вопросы, надеясь, что Москва надавит на Баку. Но надавить на Баку становится все сложнее, так как он и сам уже, опосредованно, все жестче ставит вопросы перед Москвой. Поэтому все остается на тех же самых местах, где и было. Но сам факт разговора между Лавровым и Мерзояном уже хорошо. Плохо будет, когда Армения посылать своих министров на встречи в Москву перестанет. Уже ни на что не надеясь и не рассчитывая, в любом случае никакой сенсации в очередной раз не случилось. Глава МИД России в своей речи отметил, что необходима делимитация и демаркация границ, что является положительным сигналом для Баку. Ожидаете ли вы, что данный процесс двинется с мертвой точки? Отметил. Однако тот же Сергей Лавров до этого не раз подчеркивал, что Карабахский конфликт является чисто армяно-азербайджанским делом. Поэтому России было бы странно устанавливать между двумя странами границу или без разницы следить за ее установкой, невольно занимая ту или иную позицию. Россия может оказать в этом вопросе лишь содействие. В то же время именно границы, принятые Баку и Ереваном, способны поставить точку в войне и конфликте как таковом. Любая война заканчивается добровольным международным договором о незыблемости границ, как это было, например, и с Хельсинским актом 1975 года. Очень много вопросов остаются по Зангизурскому коридору, который учтен в девятом пункте заявления от 9 ноября. Как вы считаете, переговоры в этом направлении начнутся? С точки зрения Москвы здесь все давно ясно. Коридор должен быть. А раз его до сих пор нет, то виновата в этом рабочая группа, которая уже давно была сформирована из вице-премьеров в трех стран. Было бы очень плохо, если бы эта группа, работающая согласно решению глав трех государств, превратилась в аналог минской группы ОБСЕ, которая ни за что не отвечала ни в ходе апрельской войны 2016 года, ни войны 2020, прикидываясь глухонемой и безграмотной. Именно эта новая рабочая группа и должна прокладывать, а если нужно, и пробивать, Зангизурский и все другие коридоры, деблокируя регион. Именно эти люди, министры-чиновники, должны снять трение между Баку и Ереваном, которые явно по-своему читают и понимают текст трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года. Другого арбитража для них на данный момент нет. В противном случае, проблема войдет в тот же бессрочный режим перестрелок, включая тяжелое вооружение, как и соглашение Минск-2 по Донбассу, которое тоже все читают по-своему, меняя не только смысл, но и порядок пунктов. Если же результата не будет, тогда необходимо новое трехстороннее соглашение, которое все расставит по своим местам и прояснит все туманности.